Алоэ. Народная медицина использует алоэ для лечения целого ряда заболеваний. Это эффективное средство при лечении стоматита у детей и взрослых. Не обойтись без него и при вирусном гриппе или ангине. Столетник прикладывают к нарывам и гниющим ранам, буквально через несколько процедур можно увидеть улучшение. Прекрасное средство от ожогов, если под руками нет специального средства. Уменьшает зуд и покраснение кожи при проявлении аллергии. Использует сок и при проблемах ЖКТ. Например, лечение язвы. Будет полезен сок столетника и при анемии, его добавляют в лечебные сиропы, он способствует лучшему усвоению железа. Если вы принимаете антибиотики, то прием алоэ минимизирует вредное воздействие этих препаратов. Для лечебных и косметических целей подходят нижние листики растения, которые старше трех лет. Совсем молодые листики не обладают такими целебными свойствами. Листики аккуратно срывают снизу и используют в течение трех часов, после истечения этого времени лечебные свойства теряются. Если нужна кашица, то острым ножиком аккуратно снимается верхняя кожура, а мякоть просто растирается до состояния кашица в стеклянной посуде. Если же нужен сок, то его аккуратно выдавливают руками. Сок алоэ вера и настойки из него могут храниться в холодильнике в темной емкости до двух недель, не теряя при этом своих полезных свойств. В дополнение к успокаивающим солнечным ожогам, исследования показывают, что алоэ вера может иметь дополнительное преимущество, включая противовоспалительное и антидиабетическое действие, а также антиоксидантные, антимикробные, противогрибковые и противоаллергические свойства. Исследования показали, что алоэ может быть особенно полезно при диабете, поскольку потенциально может помочь контролировать и снизить уровень глюкозы в крови. Не рекомендуется использовать алоэ беременным женщинам, людям, которые страдают непереносимостью одного из компонентов, который содержит алоэ, при острой диарее или острых заболеваниях ЖКТ детям до трех лет, при геморрое, при проблемах с печенью, при сердечной хронической недостаточности.